Зима в этом году никак не хочет отступать. Большой снег пришел в наш город след за Петером и Москвой. Справиться с таким объемом работы не могут ни рядовые дворники, ни коммунальные службы, ни службы дорожные. Самое время им помочь. Время расчехлять лопаты. К заторам на дорогах ивановцы оказались совершенно не готовы. Примерно 70% водителей сменили зимнюю резину на летнюю. Эти же ранние пташки с утра встали в пробки на всех оживленных дорогах областного центра. Количество ДТП сразу увеличилось в три раза по сравнению с обычной дорожной обстановкой. Госавтоинспекторы еще на прошлой неделе советовали водителям не торопиться с шиномонтажом. В ближайшие пару дней, пока город будет снижить пурга, тем, кто резину сменил, рекомендовано воздержаться от использования личного автотранспорта. Внимательнее нужно быть и другим участником дорожного движения. При образовании наледи на дорожном покрытии сцепление автомобильных шин с дорогой ухудшается, и поэтому тормозной путь автомобиля увеличивается. Поэтому даже незначительное превышение скоростного режима способно привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию. В таких условиях мы рекомендуем водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленный скоростной режим движения, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Зима всегда наступает неожиданно, особенно в апреле. Оказались не готовы к заторам и дорожные службы. В МУПСАЖХ всю технику уже перевооружили. Зимние ковши и щетки убрали, достали летние. Как оказалось, совершенно зря. На дорогах каша, у городских служб паника. Наладить работу удалось только к середине дня. Все из-за интенсивного снегопада, справиться с которым оказалось непросто. В дежурство мы ставили три машины. Это, как говорится, про запас на всякий случай. Но по факту, увидя буквально в онлайне, что в течение часа у нас интенсивность начала с галопирующими темпами наращиваться, привлекли еще дополнительные машины. Сейчас в городе у нас час назад работало 8 единиц. Сейчас еще хотим 2 единицы подключить. Не будем пока снижать ниже 10 единиц этого вот в таком штатном режиме при такой погоде. А вот в гидрометеоцентре никто фокусом погоды не удивляется. Синоптики заранее прогнозировали сильные осадки. И если бы дорожные службы запрашивали данные, то тоже были бы готовы. Снег в апреле не редкость, как и температурные скачки, отмечают специалисты. Утром в понедельник регион оказался под влиянием Атлантического фронта циклона. На столицу региона пришелся эпицентр стихии. На таких станциях, как Приворск, Юрьевец и Кинишма, осадков выпало немного. То есть снега выпало немного, где-то 1-2 миллиметра. Наибольшее количество снега пришлось на юг нашей области. Это именно на Иваново, где за 2 часа выпало 8 миллиметров осадков. И образовался снежный покров 5-10 сантиметров. И город Шуя. Осадков выпало 5 миллиметров. Пора доставать теплые вещи с верхних полок, отмечают специалисты гидрометеоцентра. Теплолюбивых ивановцев им порадовать нечем. До конца недели в городе ожидаются минусовые температуры. Снегопад и гололед. Очень холодно. Я заметила, что третий год подряд в конце апреля в середине снег выпадает. Это уже закономерность. К счастью, я не автомобилист, поэтому проблем особых у меня не возникло. И добираться до работы мне недолго. Но думаю, что у людей, у которых есть машины, которые, тем более, уже переделись на летнюю резину, возникли определенные трудности. У природы нет плохой погоды, совершенно справедливо говорят. Поэтому, что такое? Погода – это временные трудности. Все равно, что снег стает. Весна и лето неминуемо. Всем удачи! Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.